Изменения в областном законодательстве О традициях русской старины детям В области задержан вымогатель Чемпионат школьной баскетбольной лиги в Десногорске А сейчас подробнее о событиях. 18 января для всех россиян является особенной датой. В этот день, в далёком 1943 году, в ходе Великой Отечественной войны, состоялся прорыв блокады Ленинграда. Несмотря на то, что город оставался осаждённым ещё год, с прорывом блокады значительно улучшилась обстановка на всём Ленинградском фронте. К 18 января 1943 года в городе оставалось около 800 тысяч человек. После объявления по радио о прорыве блокады «Те, кто выжил» выходили на улицы, крича и ликуя. Именно после этого дня появилась надежда на то, что Ленинград будет освобождён. 21 декабря Смоленская областная дума приняла закон 160 о внесении изменения в закон об административных правонарушениях в Смоленской области. В новой редакции изложена статья 17.4, которая касается благоустройства территории муниципальных образований. Подробнее об этих изменениях вам расскажет заместитель главы по экономическим вопросам Антон Шестеряков. 16 января на плановом совещании обсуждался вопрос о введении в действие статьи 17.4 областного закона об административных правонарушениях. За разъяснением мы обратились к заместителю главы по экономическим вопросам Антону Шестерякову. Антон Викторович, на плановом совещании вы озвучили, что в областной закон об административных правонарушениях внесены изменения. И областная дума вернула статью 17.4, которая касается благоустройства. Какие последствия будут для нашего города после введения обратно этой статьи? Статья данная безусловно необходима, поскольку после ее отмены у нас образовался, скажем так, правовой вакуум. То есть мы имеем дело с рядом административных правонарушений, которые отражены в тех же самых правилах благоустройства, но ответственности за их совершение фактически не было. Поэтому сейчас, когда мы говорим о не очень сознательных гражданах, а прежде всего может быть юридических лицах, индивидуальных предпринимателей, не обеспечивающих надлежащее состояние своих земельных участков, зданий, сооружений, у муниципалитета появляется возможность воздействовать на них. После внесения изменений на юридических лиц накладывается штраф от 300 до 500 тысяч рублей, но на должностных тоже могут привлечены должностные лица от 30 до 50 тысяч рублей. Такой инструмент появился у администрации. Как Вы думаете, на что повлияет действие этой статьи в дальнейшем? Повлияет на чистоту нашего города, на его благоустроенность. Здесь опять же надо оговориться, что правопринятельной практики статьи в такой редакции еще нет, поэтому мы будем внимательно за ней следить. Ну и надеяться, что все-таки без применения штрафных санкций у нас наши предприниматели, юридические лица и граждане более сознательно будут соблюдать чистоту, порядок и благоустройство города. Крещение 19 января в 21.00 в Десногорске состоится велозаезд к Николаевскому святому источнику. По прибытии на финиш можно будет совершить обряд омовения. Приглашаются все желающие. Регистрация осуществляется по телефону, который Вы видите на своих экранах. Наравне с Пасхой крещение является одним из самых древних христианских праздников и в нашей стране традиционно отмечается массовыми купаниями в ледяной воде в специально отведенных местах. Сотрудники МЧС призывают воздержаться от купания в местах необорудованных и неподготовленных в соответствии с требованиями безопасности, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность. При купании в проруби запрещается оставлять детей без присмотра, выходить на лед большими группами, распивать спиртные напитки и выезжать на лед на автотранспорте. Всем решившимся на таинство крещенского купания желаем исключительно положительных эмоций и надеемся на Ваше благоразумие. В Десногорске совершить обряд можно на Савеевском источнике. После рождественских дней в Десногорском историко-краеведческом музее горячая пора. Сотрудники музея рассказывают маленьким десногорцам о традициях святочных дней и гаданий. Подробности далее. О том, что делали в старину в зимние вечера, когда на улице мороз. О том, как гадали и в какие игры играли наши прабабушки и прадедушки. Обо всем этом десногорские девчонки и мальчишки узнают в гостях у купчихи в историко-краеведческом музее. Тоже, ой, сахар, тоже сладкая жизнь. Сегодня мы узнали о святках и как гадали в старину. Мы сегодня узнали, как надо калядовать. И как же надо калядовать? Расскажи мне. Песни петь, когда заходишь, конфеты просить и тебе потом дают еще мелочи. Калядовать надо ходить перед раздеством. Мы пели песню про каляду и то, что мы учили в школе. Очень замечательно, когда проходят такие мероприятия. Дети развиваются и умственно, и узнают много всего. Всевозможные разные обычаи, которые были раньше, которые сейчас, к сожалению, не соблюдаются у нас во многих семьях. Это вообще очень здорово. Мы стараемся всегда выходить на такие мероприятия, присутствовать, участвовать. В гостях у Купчихи ребята не только узнали, как гадать и водить святочные хороводы, но и попробовали настоящий рождественский Сочи. 200 килограмм говядины, 700 килограмм сыра и более 40 тонн шпика задержали на контрольно-пропускном пункте «Красная горка» мобильные группы. В ходе проведенной проверки сотрудники Россельхознадзора вернули польское сало отправителям. А вот сыр и говядина, на которой документы отсутствовали, уничтожили. Только в 2017 году в Смоленской области утилизировали 70 тонн мяса неизвестного происхождения. Его возили на Смоленщину мелкими товарными партиями с грубыми нарушениями норм действующего ветеринарного законодательства. Зачастую в антисанитарных условиях. Ведомстве отмечают, что такое мясо представляет особую опасность для здоровья человека. В Смоленске поймали вымогателя, который собирал дань с предпринимателей. Задержание проходило при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Подробности далее. 30-летний смоленин под угрозой расправы систематически собирал деньги с бизнесменов за право заниматься коммерцией на территории областного центра. При силовой поддержке Росгвардии эркетера удалось задержать. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье вымогательства. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. На данный момент подозреваемый находится под стражей. Случай браконьерского вылова рыбы на Десногорском водохранилище попал в сеть интернет. На видео видна сеть предположительно длиной более 200 метров. По словам авторов и ролика, в ловушку угодило много рыбы. Героем еще одного видео уже стал сам браконьер, который, видимо, достает улов. Напомним, сети относятся к запрещенным орудиям рыбной ловли. В зависимости от нарушений браконьерам грозит штраф с конфискацией улова и даже арест. Штраф за езду без ОСАГО увеличат несколько раз. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов разработал законопроект, который предусматривает увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО до 5000 рублей. Действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 800 рублей. В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму. И в завершении выпуска новости спорта. Во вторник в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна начался чемпионат школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Подробности смотрите в нашем сюжете. Это один из самых массовых спортивных проектов России. Его главная задача – привлечь как можно больше школьников к занятиям физкультурой и спортом. Сейчас проходит дивизионный этап чемпионата. 17 января на паркете встретились команды Десногорска, Рославля, Починка и Ельни. В упорной борьбе наша команда заняла первое место. Теперь она примет участие в региональном этапе чемпионата. В следующем выпуске мы расскажем вам, как прошли игры у юношей. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала «Десна-адефис-тв.ру». Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин